Привет всем! Ну что ж, друзья, в прошлом видео дошел я кладкой до оконных и дверных перемычек. Сегодня этими самыми перемычками я и буду заниматься. Перемычки у меня будут самодельные, заливать я буду самостоятельно, как это и делал на первом этаже. Поэтому сегодня собираю опалубки, вяжу армокаркасы, ну и в конце концов все это заливаю бетоном. Хочу вам немного в кавычках похвастаться погодой в нашем регионе. Вот сейчас смотрите, время полдевятого, а температура в тени уже 36 градусов. Жара у нас не то чтобы аномальная, а просто бешеная. К обеду я даже боюсь предположить, какая будет температура. Ну что ж, в прошлый раз до начала работы с перемычками не хватало мне добить вот этот ряд в перегородочной стене. И вот в этой тоже перегородочной 4 ряда не хватало и дымоходы нужно было поднять. Ну вот как видите, все, на данный момент я это сделал. Я полностью поднял дымоходы и шахты вентиляции, даже с учетом того, что еще один ряд сверху пройдет кладки. То есть до армопояса шахты дымоходов и вентиляции у меня подняты. В комментариях в прошлом видео некоторые зрители написали такие замечания. То есть они увидели, я вот показывал в обзор сделанной работы, вот на этой перегородочной стене внутренней увидели просветы в вертикальных швах. Вот сейчас не видно, потому что солнце с другой стороны. Я сейчас попробую обойти. В общем, просветы естественно есть, потому что я вертикальные швы клеем не заполнял. И они, именно вот этот блок, половинки не имеют системы паз гребень. Ну давайте для начала расскажу, что вообще предлагает производитель силикатного блока в качестве перегородочного блока. Для перегородки, ну то есть блок для перегородочных стен. Вот такие два варианта блока. Один вариант перегородочного блока вот такой. Ширина у него 80 миллиметров, длина полметра. Также, как видите, имеет он систему паз гребень. Этот блок, ну идет для перегородок между нежилыми помещениями, вот такой тонкий. Между жилыми, уже потолще вариант, это 120 миллиметров ширина. Тоже имеет он систему паз гребень и длиной полметра. И вот когда я закупался блоками для своего дома, на тот момент наш производитель по какой-то причине не изготавливал вот эти вот перегородочные блоки шириной 120 миллиметров. И на складах тоже ничего не было. Поэтому мне пришлось в качестве перегородок купить вот этот вот доборный блок, да, который без системы паз гребень и длиной 250 миллиметров. И выкладывать перегородочные стены вот таким вот блоком. Есть на первом этаже одна стеночка у меня вот из этого блока между нежилыми помещениями 80. Ну и все остальные перегородки я сделал из вот этого блока. И вот чтобы сэкономить время на кладку вот такого коротенького блока, вертикальные швы клеем я не заполнял. А компенсировал это армированием базальтовой сеткой каждые два ряда. То есть в перегородочной стене здесь сетка, здесь, здесь. То есть через каждые два ряда проходит вертикально базальтовая сетка. Ну и вот поэтому незаполнение вертикальных швов клеем, во-первых, на прочность стены никак не влияет. Потому как я уже говорил, компенсировал я это дело армированием базальтовой сетки, да. То есть вот... Сами понимаете, да, этого уже более чем достаточно, да. То есть когда мы будем здесь жить, даже этого никто специально делать не будет. Это раз. Во-вторых, ну, там, допустим, что касается продуваемости, там, промерзания. Ну, это же, опять же, это внутренняя перегородка, и это дело все отпадает. Можно предположить, что пострадает каким-то образом звукоизоляция. Вот. Но, во-первых, пройдет еще с обеих сторон, с этой, с другой стороны стены пройдет выравнивающие шпаклевки слой, еще потом финишное какое-то покрытие. Ну и, во-вторых, самое главное, то, что в моем доме сделал я все так, что жилые комнаты, вот две спальни на втором этаже, и гостиная, и кухня на первом этаже, у них стены все выложены из несущего блока 250 мм шириной. Все остальные помещения не жилые, вот там и выложены стены вот из этого перегородочного блока. Поэтому, как бы, звукоизоляция в этих помещениях, ну, особой роли не имеет. Ну что ж, начинаю со сборки опалубок. В прошлом году строил первый этаж, также заливал монолитные самодельные оконные и дверные перемычки, поэтому на канале есть подробнейшее видео, как я это делаю. Ну а сейчас давайте в общих чертах покажу, как я их собираю. В оконном районе прикладки в крайнем ряде оставляю полочку для опирания перемычки. А в несущей стене оставляю полочку длиной 25 см, перегородочной 12,5 см. Ну, в моем случае это один блок, то есть одним блоком не дохожу до края. Вот. В нормы эти размеры вполне укладываются, даже с небольшим запасом. Первым делом ставлю перекладину, то есть дно опалубки. Сначала вот по краям в этих местах прикручиваю брусочки. Любые брусочки, ну то есть все дерево у меня осталось после опалубки фундамента. Это были какие-то там перекладины или упоры. Все это, видите, потихонечку расходится. Отрезаю таким образом, чтобы по краям оставались выпуски по 3 см. То есть это толщина доски, из которой будет делаться опалубка. Вот. Первым делом отмечаю 3 см от края, делаю отметку. Да, то есть вот здесь будет прикручиваться брусочек. Здесь остается 3 см. То есть это опять же толщина доски. Ляжет здесь перекладина, и она окажется вровень вот с этой отметкой. Прикручиваю вот так брусочек с одной стороны и с другой. И уже сверху укладываю перекладину. Вот такие перекладины идут из двух досок. Ну то есть ее, она равна толщине стены 25 см, да. Одна целая пошла доска, другую я резал. Эта перекладина осталась с первого этажа. То есть я их использую. Какие-то подошли, какие-то подогнал. Какие-то сделать нужно будет еще. Потому как на первом этаже большое окно было одно, на втором их три. И вот так вот в середине брусочком соединяются эти две доски. И вот этими самыми брусочками, которые прикручены к стене, тоже будут соединяться. Так, ну что ж, доски в опалубке пошли бэушные. Ну и с крепежом все то же самое. Как видите, от опалубки фундамента, да и первого этажа. Вот осталось полтазика саморезов всяких разных. Хочу, ребят, посоветовать. Вот расходники, которые понадобятся для сборки опалубки. То есть пилки для электролобзика. Вот бита. И сверло по бетону. Для самоостройщиков, вот из собственного уже опыта, хочу сказать, что когда вы будете покупать расходники, покупайте. То есть не покупайте самые дешевые. Ну и средние цены тоже бы, конечно, если будете брать, то берите запасом. Ну а лучше взять сразу хорошее, что-нибудь такое, да, там, не китайского, низкого качества производства, подороже и покачественней. Потому как, видите, вот она дешевая. Видите, что с битой может произойти. Также вот есть вот такая бита. Видите, что с ней стало. То есть это дешевкие. Ну как это, даже не дешевкие. Я покупал где-то средней цены. Это еще вот как бы с прошлого года осталось. Я вот подоставал. Вот. Сейчас я в этом году уже покупаю. Ищу дорогие, качественные, хорошие. С ними можно сделать большой объем. А иначе просто они очень быстро летят через несколько там саморезов. Вот такая хрень получается. Видите, все слезало. Ну и также эти вот пилки для лобзика. Ну вообще, то есть дешевые тоже. Большой объем, ну невозможно сделать. И тем более, если вдруг случайно наедешь на саморез. Или ты, допустим, вот как я на блоках пилю доски. Если там наехать на блок, то все. Дешевые затупятся сразу же. И больше уже не получится ничего отпилить. А более-менее дорогие. Они уже как бы подзатупятся. Но еще можно с ними работать. Вот. Дешевые то, что продаются, да, вот в основном магазинах. Это все-таки для такого домашнего одноразного использования. Одноразового. То есть если там дому надо дырку просверлить под что-нибудь. Купил дешевое сверло. Просверлил эту дырку и выбросил это сверло. Все, и забыл. В принципе, это удобно, да. То есть магазинов сейчас полно. Не надо там заводить кучу там этих коробочек со сверлами. Со всякой фигней. Пошел в магазин, по надобности купил. За низкую цену. Просверлил, выбросил и все, и забыл. Вот. Так что лучше один раз заплатить побольше, чем несколько раз покупать кучу вот этого барахла. И в течение работы доставать эти запасные, все время менять. Они могут неожиданно закончиться. Ехать, бежать, покупать еще. Лучше уж сразу купить хорошее, качественное и спокойное работа, делать большой объем. Так, ну что ж, сейчас мне нужны вот такие вот саморезы. Сейчас вот тут килограммчик наковыряю, но и начну работать. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот, перекладина готова. Прикрутил два бруска по краям, в двух местах нагелями. И сверху отрезал перекладину в размер и поставил на эти бруски. И далее саморезами прикрутил в трех местах к брускам перекладину. С этой и с другой стороны. Все, перекладина жестко стоит. Далее мне остается только поставить два щита. С одной стороны и с другой. На первом этаже щиты, боковые щиты я тоже делал из доски 30-ки. В этом году буду делать из USB вот такие листы. Эти листы у меня остались после опалубки армопояса, после первого этажа. Вот такие листочки. Это USB 12 мм толщиной. Один раз, видите, я ее использовал. Но, в общем-то, она в вполне еще приличном состоянии. Это благодаря тому, что после того, как я их снял, сразу занес в помещение, сложил стопкой, поставил на них обогреватель и просушил хорошенько. Поэтому они не разбухли, плесенью не покрылись. И особо их не повело. Есть немного, но мелочь. В общем, размер листа у меня получается такой, что здесь 50 см. А высота опалубки у меня 18,5 см. Поэтому я вот так вдоль режу пополам. Получается по 25 см. Как раз 18,5 см бетон. И несколько сантиметров еще остается выступ над уровнем бетона. Как раз для того, чтобы можно было заливать воду в жаркую погоду. И эта вода там, благодаря этим выступам, задерживалась, не вытекала. Вот. Ну что ж. Сейчас что, режу вдоль лист, ставлю, прикручиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, разрезал лист, получилось два вот таких боковых щита. Но по длине этот щит не налазит с двух сторон. Поэтому буду ставить по два щита с каждой стороны. Вот. Вот этот брусочек посередине перекладины, перекладина посередине перекладины, в общем, этот брусок, он тоже выступает по бокам. И вот он как раз будет местом стыков двух щитов. То есть один с одной стороны ставлю, другой с другой. И вот здесь вот будет стык, еще один брусочек прикручиваю и соединяю эти два листа. Вот. Раз, два, три, четыре. И далее одной рукой держу щит, а другой прикручиваю к перекладине вот в этом месте саморезами, боковые щиты. Ну, через какое-то расстояние, здесь пять примерно саморезов получается. И здесь, где на блок пойдет запуск, прикручиваю дюбель гвоздями. Раз, два. И вот здесь еще посередине в этом месте. С одной, с другой стороны. Ну и, соответственно, с обратной стороны тоже. Ну что ж, вот опалубка, собственно, и готова на 99%. Вот и что мы имеем. На брусочках перекладина. Перекладина посередине еще соединена брусочком, потому что она состоит из двух досок. Брусочек их соединяет, чтобы они не играли относительно друг к другу. По бокам щиты из USB-12. Вот так внутри это дело выглядит. Боковые щиты саморезами прикручены к перекладине. Во-первых, они за нее держатся. Во-вторых, опять же, усиливают защиту от прогиба перекладины. И вот здесь, в этих местах, по краям дюбель гвоздями прикручены к блоку. Здесь, в двух местах, и вот здесь тоже. Вот она полочка, и вот здесь посередине полочки тоже дюбель гвоздями прикручивается, чтобы бетон не выдавливал ее. Ну и все. Вот они стыки. На стыке стыки соединены вертикальными брусками. Далее, говорил я 98%, здесь еще будет горизонтальная перекладина. После того, как ляжет армокаркас, здесь она соединит между собой эти два щита. Померяю рулеткой, чтобы было ровно 25 см. И прикручиваю перекладину. Она будет защищать боковые щиты от раздувания бетоном. Ну вот, видите, потихонечку, потихонечку, несколько перекладин я уже, несколько опалубок я уже сделал. Осталось еще несколько штук. Так, ну что-то совсем припекать уже начинает. Все у нас с температурой тут интересно. Время 10 минут 12-го. А температура воздуха уже, ох, ну 39 градусов уже почти. Это при том, что градусник в тенечке прохлаждается, а я на солнышке работаю. Вот. Ну думаю, максимум, наверное, еще часа два можно как-то поработать. А потом уже, как говорится, будем сматывать удочки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, работайте всегда в перчатках. Друзья, что вы не только убережете свои руки от травм, но и получите вот такой оригинальный, а главное, очень редкий загар самостройщика. Такс, ну что ж, посмотрим, что у нас тут. Нормально, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, я пошел внизу. Ну что ж, друзья, медленно поджариваясь на полящее осуществует пару тому, что я сделал перемычки. Точнее сделала палубки под все перемычки Здесь вот одна дверная Две оконные Здесь двойная Да, то же самое, что и на первом было Одна перемычка дверная В перегородочной стене Одно большое окно Второе большое окно Ну и, соответственно Здесь третье То же самое большое В длинных окнах Делал три перекладины, да, как видите Посередине и еще раз Посередине, да, то есть Чтобы поменьше были расстояния И не было возможности Бетону раздувать Опалубку На больших окнах для подстраховки Ну, в принципе, я думаю, что Ничего страшного не будет, но все равно Посередине еще Подпорочки поставлю на все три окна Ну, вот так С опалубками разобрался Теперь Переходим к армированию А, еще Лестничное окно не показал И на лестнице Тут было, конечно, весело работать Высота такая прям хорошая Вот так я В виде перекладины покидал доски Пятидесятки Ну, и на них Все это сделал Сейчас Попробуем Вид сверху сделать Ну, вот так вот Все это дело Выглядит сверху Моя тень Десять перемычек Так, ну что ж Если на опалубке Практически весь материал у меня был То теперь Для армокаркаса Надо Закупаться И для заливки тоже Покупать арматуру Щебень Цемент Ну, песок у меня есть И пластификатор, по-моему, тоже оставался Вот, ну что ж Сейчас снимаю замеры Армокаркасов Делаю расчеты И в магазин За арматурой Субтитры сделал DimaTorzok